Никаких платных анализов в республиканской больнице больше не будет. Эту информацию в ходе интервью подтвердил министр здравоохранения Томас Цахнакия. Раньше на территории республиканской больницы, наряду с государственной, работала, по сути, частная лаборатория, где услуги гражданам предоставлялись за деньги. Этой практике положен конец. ИП закрыто, а государственная лаборатория обеспечена на полгода вперед. На сегодняшний день в рамках централизованной программы ведомственной по лекарственному обеспечению и медицинскими расходными материалами для республиканской больницы нужд лаборатории было закуплено и доставлено реактива в тест-систем на сумму более 5 миллионов рублей. Для проведения клинических, биохимических, всех видов анализа, которые они там проводят. Этих реактивов, всего этого набора, хватит как минимум на 7 месяцев. И хочу особо подчеркнуть, что это централизованная ведомственная программа. Государство обеспечило лабораторию всем необходимым. Анализы должны выполняться исключительно на бесплатной основе. Информацию подтверждает заведующая лабораторией Инга Шакая. Больше недели назад Минздрав обеспечил госучреждение расходными материалами для бесперебойной работы. Уже 17 марта были получены расходные материалы на полгода для клинических исследований, гематологических, общеклинических, биохимических, системы гемостаза, иммуногематологических, для оказания экстренной помощи больным, поступающим в стационары. Экстренным, тяжелым, стационарным больным. Всем, кто госпитализируется в РБ, оказываются все виды диагностики. Инга Шакая показывает небольшой холодильник в лаборатории. Здесь хранится минимальный необходимый запас реагентов. Остальное в аптеке республиканской больницы. Здесь реагентами забиты все холодильники, а коробки со средствами для забора достают до потолка. Вот это все пробирки. Вот, пожалуйста, компейнеры для мочи. Это на полгода, как они говорят, но это плюс-минус, я не знаю, точно не могу сказать. Инга Шакая делает акцент на том, что тесты на коронавирус данная лаборатория не делает. Этим занимаются исключительно в лаборатории СЭС. Также заведующая подчеркивает, что исследования проводятся не по желанию пациента, а по направлению врача. Все пациенты, которые обращаются с госпитализацией, всем оказывается в круглосуточном режиме мы в мониторинг ведем исследования с учетом необходимости, так как считают специалисты, которые занимаются лечебным процессом. Всех пациентов, которые хотят провести исследования, мы принимать, не принимали и не принимаем, потому что, во-первых, у нас нет официально платных услуг, во-вторых, расходные материалы приобретены для учреждения, для оказания помощи именно госпитальным больным, которые находятся в стационаре. Ежедневно лаборатория производит исследования более чем 50 пациентов из стационара республиканской больницы и участников программы по гемодиализу. В ближайшее время в связи с карантином плановые госпитализации приостановлены, но на экстренный случай граждане Абхазии должны помнить, что анализы в государственной лаборатории уже оплачены вашими налогами, а значит никто не вправе снова требовать за это деньги.